Хрущевки. Сегодня это символ старого и некомфортного жилья. Но так было не всегда. 60 лет назад миллионы советских семей из коммуналок переезжали в отдельные квартиры. Это была социальная революция и начало эры панельного домостроения. Ее открыл тогдашний генсек Никита Хрущев. С каждым годом увеличивается размах жилищного строительства. Все новое и новое здание воздвигается в Москве. Из панельных пятиэтажек хотели сделать идеал компактной жизни. Такие дома строили за 50 дней. Причем без отделки здания собирались всего за 12 суток. Хрущевки должны были стать временным жильем на 25 лет. Но сегодня 10% жилых домов по всей России составляют те самые панельные коробки. Сейчас в Москве идет программа по сносу этих домов. Они относятся к первому периоду индустриального домостроения. 18 лет назад под снос попали 1722 дома. Их разбирают, а жильцам выдают ключи от новых квартир в том же районе. Но это уже дома нового поколения. Прямо сейчас на наших глазах начался снос старой пятиэтажки. Ее демонтаж займет 2-3 дня. И еще неделя – вывоз мусора. Пятиэтажка серии 2.32. Ее особенность – в балконах. От фундамента до последнего этажа они стоят на опорах. Такие дома строили в пяти районах Москвы. Внутри садового кольца не возводили. Кухня 5 метров, крохотный санузел и зачастую проходные комнаты. Сейчас такое жилье вряд ли можно назвать комфортным. Но в то время это была мечта советских граждан об отдельной квартире. Дом наш тоже такой же ветки, старый. Трубы текут. Нужен ремонт. А трубы вделаны в стены. Их невозможно там отремонтировать. Это надо, значит, все как-то рушить, чтобы это все привести в норму. Ну а так вот ждем тоже. Наш дом тоже все согласились обязательно войти в эту программу, чтобы нас снесли и дали хотя бы достойное жилье. Сегодня в Москве осталось разобрать около 65 этажек первого периода индустриального домостроения. Работы по сносу этих домов продолжаются. Последние 14 пятиэтажек по этой программе снесут в 2018 году. Но уже сегодня, благодаря расселению хрущевок, свои жилищные условия улучшили около 160 тысяч семей. На смену первой программе сноса пришел новый масштабный проект реновации. Он может затронуть 25 миллионов квадратов жилья, так называемых несносимых серий и полмиллиона москвичей. Сегодня мы практически по поручению мэра ведем огромную работу по подготовке стартовых площадок, для того, чтобы жители могли переехать 100% в свой район. Сегодня для этого у нас уже подготовлено достаточно большое количество площадок. 5 тысяч квартир уже готовы для переселения в рамках второй волны сноса. Сейчас прорабатывается около 300 земельных участков для строительства новых домов. Около 70% зданий будут монолитными. Остальные – из панелей высокого качества по новым стандартам. Мы готовим сейчас конкурсы на проектирование не просто отдельных домов, а на проектирование кварталов. У нас 551 квартал потенциально в городе может попасть под реновацию. Соответственно, мы на этот 551 квартал сейчас готовим предварительные технические задания, смотрим, как вообще развивать его комплексно, чтобы выполнить те поручения, которые нам поставил мэр, чтобы квартиры были комфортного уровня отделки, чтобы у нас было благоустройство на территории повышенное. Это и новые места отдыха, и детские площадки, и новое решение по паркингам. В предварительный список второй волны сноса попали около 4,5 тысяч домов, окончательный перечень еще в разработке. Голосование жителей о включении в проект продлится до 15 июня 2017 года.